Субтитры сделал DimaTorzok А что ты сделал для своей страны? Пенсионный фонд России. Доброго зрая, уважаемые друзья! В эфире «Провалят Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня, дорогие друзья, в нашем видеообзоре будет не совсем обычное дело, так как мы обычно записываем дела в пользу заемщика решения по гражданским делам. Но сегодня будет дело, которое касается пенсионеров и также кто готовится к пенсионному возрасту в нашей стране. Это человек добилась через суд при предъявлении паспорта СССР без вклеенной фотографии по достижению возраста в 45 лет, добилась того, что ей назначили пенсию по старости. Это дело было любезно предоставлено Наталье, нашей соратнице, соратнице сообщества «Провалят Сибирь», которая неравнодушна судьбам людей нашей большой Родины. Итак, ближе к делу. Значит, ссылочка на сайт суда находится вот. На нее нажимаете и переходите на сайт суда. Далее. Ирина ТВМ обратилась в суд к управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пскове с исковыми требованиями об обязании назначить трудовую пенсию по старости, мотивируя тем, что в 2014 году она обратилась в управление Пенсионного фонда заявлением о назначении трудовой пенсии по старости в связи с наступлением пенсионного возраста в 55 лет. Своим решением ответчик отказал ей в назначении трудовой пенсии по старости по тем основаниям, что для удостоверения ее личности был представлен паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в котором отсутствует фотографическая карточка по достижению возраста 45 лет. А потому предъявленный паспорт в силу действующего законодательства является недействительным. Считала данное решение незаконным, нарушающим ее конституционные права на получение трудовой пенсии по старости. Также решением ответчик отказал ей в назначении дневновременной выплаты средств пенсионных накоплений. Судебное заседание ИСТИС или НАТМ поддержало СКВ требования, указав, что при обращении в органы ФМС с заявлением о вклейке фотографии в возрасте 45 лет в паспорт она получила отказ. С паспортом гражданина СССР она реализует все права, в том числе пользуется избирательным правом, предъявляет его в банке, на почте, по месту работы. Получать паспорт гражданина РФ она отказывается, в том числе по религиозным убеждениям. Закона, который обязывает гражданина произвести замену паспорта образца 1974 года на паспорт гражданина РФ не имеется. Представители ИСА, Шапошников ВВ и Иванов ВА поддержали требования, ссылаясь на нарушение ответчикам конституционного права гражданина РФ на социальное обеспечение по старости, предусмотренной статьей 39 Конституции РФ. При этом считали, что паспорт гражданина СССР является единственным легитимным документом в настоящее время, так как при наличии у граждан паспорта РФ, тем не менее, не принят закон в РФ об основном документе гражданина, удостоверяющем личность. Представитель ответчика Управления Пенсионного Фонда РФ в городе Пскове исковые требования не признал, привел доводы, изложенные ранее в отказном решении Пенсионного Фонда в отношении или иной ТМ, о том, что паспорт гражданина СССР может быть принят Пенсионным Фондом только лишь при его надлежащем оформлении, то есть наличии фотографии лица в возрасте 45 лет. При этом представитель ответчика не отрицал, что из представленных из СССР Пенсионный Фонд документов было установлено, что она является гражданкой РФ, установлен ее возраст, место проживания и регистрации. Выслушав объяснение явившихся лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу. В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 39 Конституции РФ, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Согласно перечню документов, необходимых для установления трудовой пенсии, утвержденного постановлением Минтруда РФ в ПФР от 27.02.2002 года за номером 16.19, К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по случаю потери кормильца, наряду с другими документами, должен быть приложен документ, удостоверяющий личность, место жительства, возраст, принадлежность гражданства. Согласно пункту 15 вышеуказанного перечня, в качестве документа, подтверждающего личность, возраст, гражданство лица, к которому устанавливается пенсия, передавляется паспорт этого лица. Однако, в силу пункта 3 Указа Президента РФ 13 марта 1997 года за номером 232 об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина РФ, действительный, до замены его установленные сроки на паспорт гражданина РФ. По исполнению данного указа правительство РФ приняло постановление от 8 июля 1997 года за номером 828 об утверждении положения о паспорте гражданина РФ и образца бланка и описания паспорта гражданина РФ, пункт 2, согласно которому Министерству Университета РФ было поручено осуществить до 1 июля 2004 года проэтапную замену паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. Однако названными правовыми нормами установлено лишь то, что паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина РФ, является действительным до даты фактической замены его на паспорт гражданина РФ, а также дано предписание Министерству внутренних дел РФ осуществить до 1 июля 2004 года его поэтапную замену на паспорт гражданина РФ. В этих правовых нормах каких-либо указаний на прекращение действия паспортов образца 1974 года не содержится, конкретные сроки действия паспорта гражданина СССР не установлены. В соответствии со статьей 13, действовавшей на момент распада СССР, закона РФСР от 28 ноября 1991 года за номером 148-1, о гражданстве РФСР граждан РФСР признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории РФСР на день вступления в сумму указанного закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РФСР. Я думаю, никто не заявлял о том, чтобы не состоять в гражданстве РФСР. Исцом Управления Пенсионного фонда и суду был представлен паспорт гражданина СССР, из которого следует, что в 1992 году отдела внутренних дел Псковского горосполкома он выдан гражданину или иной ТМ года рождения, город Псковского области. Доводы ответчика о недействительности паспорта в связи с отсутствием фотографии по достижению возраста 45 лет по мнению суда несостоятельны. В силу статьи 42 Федерального закона о гражданстве в РФ от 31.05.2002 года за номером 62 ФСР документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим законодательством, сохраняют юридическую силу, если они оформлены надлежащим образом и считаются действительными на день вступления в силу настоящего федерального закона. Положением о Федеральной миграционной службе, утвержденным постановлением правительства РФ от 13.07.2012 года за номером 711, не предусмотрены какие-либо обязанности Федеральной миграционной службы и его территориальных органов по осуществлению действий с паспортами граждан СССР образца 1974 года, кроме их замены в установленном порядке на паспорт гражданина Российской Федерации. Таким образом, нормативно-правовыми актами в РФ Федеральной миграционной службе не представлено право вклеивать в паспорт гражданина СССР образца 1974 года новые фотографические карточки по достижению гражданином 25-45 лет. То есть у человека не было возможности вклеить в паспорт фотографию по достижению 45-летнего возраста. Далее. При таких обстоятельствах суд считает, что у ответчика отсутствовали основания для отказа или иной ТМ в назначении пенсии, поскольку в силу пункта 3 указа президента РФ от 13 марта 1997 года за номером 232 об основном документе, удоставляющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, ее паспорт гражданина СССР действительным до замены его в установленные сроки на паспорт гражданина Российской Федерации. Учитывая, что иных оснований для отказа из сона в назначении пенсии по старости не имеется, к моменту обращения он достиг возраста 55 лет и имел необходимый страховой стаж, суд приходит к выводу о том, что по состоянию на 2014 год естец имел право на назначение пенсии, а потому ответчик обязан был назначить из субпенсию и единовременную выплату средств пенсионных накоплений с указанной датой. Суд решил искaving требование иной ТМ к управлению Пенсионного фонда Российской Федерации государственное суждение в городе Пскове и Псковском районе Псковской области об обязании назначить трудовую пенсию по старости и единовременную выплату средств пенсионных накоплений удовлетворить. Также взыскать с управления пенсионного фонда расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 рублей и взыскать с пенсионного фонда расходы по оплате услуг представителей 5000 рублей. Вот такое необычное дело сегодня у нас в нашем видео обзоре. Кому нравятся наши видео обзоры ставьте Люба, подписывайтесь на канал, распространяйте его в соцсетях. Это вот общий лист решения пользы заемщика, где можно ознакомиться с ним, посмотреть. Здесь уже записано, получается у нас сегодня 84 будет решение в пользу человека сегодня. Переходим на дело. Здесь вот ставьте Люба, подписывайтесь на канал. Как поделиться в соцсетях. Нажимаете вот эту кнопочку и вот в каждой соцсеть можете делиться с другими своими друзьями, знакомыми в соцсетях. Также под каждым видео, это вот общий плейлист, это ссылка для скачивания. Конкретно видео, когда запишу, здесь будет ссылочка на это решение оформлено. Ну на этом сегодня все. Я вас благодарю за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok